Здравствуйте, меня зовут Самой Ленка Наталья. Наверное, самое сложное в работе над каналом – это не подготовка текстов, не съемка и даже не монтаж, а выбор тем. Именно выбор темы для будущего ролика занимает больше всего времени. По этому вопросу у нас никогда нет согласия. У нас в офисе висит список, куда мы записываем темы будущих сюжетов, а когда ролик готов, вычеркиваем. Но есть темы, которые кочуют из списка в список. Я периодически сажусь за текст, ну или откладываю его в долгий ящик, или зацепившись за что-то, переключаюсь, и сюжет оказывается совсем о другом. Так было и с дёреном. Первый раз вместо рассказа о нём получился сюжет о теневыносливых растениях. Вторая попытка вылилась в сюжет о пестролесных формах. Наверное, и этого ролика не было, если бы не наткнулась на один обзор, где, на мой взгляд, дёрен очень обидели. Мы не называем этот канал, но реабилитировать дёрен всё-таки хотим. Итак, виды и сорта дёрена. Дёрен или кизил имеет около 50 видов. Нас с вами интересует только 4. Первый – это корнус альба или дёрен белый. Этот вид родом из Сибири, отличающийся сибирским здоровьем и богатырским ростом. Высоту может достигать 3-4 метров. В ширину? Ну, самый большой куст, который я видела, занимал порядка 6 соток. Это был подлесок вдоль Приморского шоссе. Ветки, соприкасаясь с землёй, укоренялись, и таким образом куст занял большую территорию. К условиям произрастания корнус альба не требовательен. Растёт почти на любых почвах и при любом освещении. За эти его качества, а ещё за яркую зимнюю окраску, кора на зиму становится кроваво-красной, этот кустарник получил большое применение в городском строительстве. Его использовали не только при озеленении парков или при дымовых территориях, но и для укрепления склонов. Дёрен хорош в куртинах, в пейзажных или строгих изгородях, для привлечения птиц, наконец. В общем, подарок, а не кустарник. Однако широкое применение в городских посадках привело к тому, что видовую дёрен вы вряд ли захотите посадить на своём участке. Мы настолько к нему привыкли, что воспринимаем его как сорняк канавный. Но у этого вида есть большое количество сортов, которые украсят ваш участок и придадут ему элегантность. Самые популярные – это пестролистные сорта. Эти сорта можно разделить на две группы – с белой варегатностью и жёлтой. Первая группа – это аргента маргината, элегантиссима и сибирика варегата. Компактный и относительно невысокий до полутора метров – это сибирика варегата. А самый популярный – это элегантиссима. Белые полоски очень яркие, словно белой краской провели по листу. Аргент и маргинат имеют более бледные полоски, но мне он нравится больше. Вид более естественный. Из жёлто-окаймлённых я знаю всего лишь два сорта – гашалти и шпета. На мой взгляд, они несколько проигрывают декоративности, но это моё сугубо субъективное мнение. И ещё, если я и видела подмёрзший дёрен, то это были исключительно сорта с жёлтой каймой. Что касается нюансов агротехники и особенностей роста пёстрых сортов, эти сорта, так же как и видовой дёрен, не нуждаются в танцах с бутнами. Однако, напомню, что варегатность – это отклонение от нормы. Пистролистные сорта растут намного медленнее, чаще повреждаются грибными заболеваниями. Но! Но пистролистность в тени не теряется. Не может отсутствие солнечного света вылечить мутацию. Помимо сортов с пёстрой каймой, есть сорт аурии с жёлтым листом. Вот в тени он вместо яркого лимонного цвета станет салатовым или вообще зелёным. Выберите этому сорту открытое солнечное место, и он озарит ваш участок в пасмурную погоду своими яркими красками. А вот на следующем сорте я хочу остановиться отдельно. Пожалуй, это один из моих любимых сортов. Сорт этот – кесселоринге. Чем он интересен? Во-первых, его скорость роста ничем не отличается от видового растения. А во-вторых, представьте себе кустарник, молодые листья которого пурпурные. К концу июня лист зеленеет. И осенью, как все представители этого вида, снова краснеет. А зимой побеги не красные, а от лаково-чёрного цвета до цвета баклажан. Конечно, это не все сорта Корнус альва, но все они заслуживают вашего внимания. А мы переходим к ещё одному виду – кроваво-красному дёрну. Корнус санкинея. В отличие от белого, этот вид родом из Северной Америки. Он очень похож на белый, такой же крупный. Кора на зиму также приобретает красный оттенок. Но отличия всё-таки есть. Кроваво-красный менее зимостойк. Плоды чёрные, они белые. Листва осенью жёлтые. Но и он менее агрессивен. Корневую поросли намного меньше. Из интересных сортов можно ответить – Мидвинтерфаер. Побеги – жёлто-красный с оранжевыми переходами. Или Мэджик Флейм. Этот сорт также встречается под ещё несколькими названиями. Эни, Энис Винтер Оранж, Винтер Бьюти и Винтер Флейм. Кустарник высотой около 2-2,5 метров. Ширина примерно такая же. Побеги этого сорта осенью и зимой яркие оранжево-красные. Осенью листва желтоватые с розовым оттенком. Долго останавливаться на этом виде не буду, так как большого опыта работы с ним у меня нет. А экземпляры, которые я видела, погибли от грибных заболеваний или просто не призимовали. Но моего опыта недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Если вы имеете опыт выращивания кровавого красного дёрна, то поделитесь своим опытом в комментариях. А мы идём дальше. И поговорим о дёрне, родина которого также Северная Америка. Но он более зимостойкий и в природе встречается даже на Аляске. Это корностоланифера. Дёрин отпрысковый. Если бы не ярко-жёлтая кора зимой, то, наверное, он не попал бы в наш обзор. Скучная бледная осенняя окраска, тривиальный зелёный лист, обычные белые щитковидные соцветия и небольшое количество декоративных сортов. Но в паре с белым отпрысковый разбавит ваш скучный зимний ландшафт. Их можно сочетать в изгородях или групповых посадках. По агротехнике всё то же самое. Неприхотлив к почве, освещению и выдерживает подтопление. Наверное, на этом можно было закончить. Но как можно закончить обзор и ни слова не сказать о канадском дёрне? Корнус канаденсис. В отличие от других представителей этого рода, канадский дёрен не крупный кустарник, а стелющийся кустарничек. Не более 20 сантиметров в высоту. Разрастается медленно, но разрастаясь образует красивый тёмно-зелёный ковёр. Растение абсолютно зимостойкое и теневыносливое. Светёт с конца мая до середины июня. Далее образуются эффектные крупные плоды. Они вполне съедобны, но невкусные. Понравиться они могут лишь оленям и лосям на Аляске. Там канадский дёрень является важным кормовым растением. А для нас это растение может быть интересно для оформления тенистых участков и приствольных кругов. Но помните, что он предпочитает влажной почвы. А на этом всё. До скорых встреч. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал.